Если у вас есть глаза съедобные, то это будет вообще бомба. Так, вот так вот разрезаем авокадо. И вот так чик. Ну что, вот так у меня получилось. Ребята, сейчас придет мама дегустировать, а я решила ее пранкануть. Сейчас мы положим под начисы вот таких вот игрушечных паучков. Это выглядит максимально противно, максимально страхово и по-хэллоуински. Нет, ну это прикольно, но я тут не люблю. Всем привет, с вами я, Сапишань, и вы на моем канале. Скоро хэллоуин, а я думаю, уже многие задумывались, как украсить дом, что приготовить над костюмами, гримом. В общем, у меня уже появляется хэллоуинское настроение. И сегодня я решила снять видео, как я готовлю три простых вкусняшки на хэллоуин. Они будут очень классными, безумно простыми и очень вкусными. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Сегодня мы с вами приготовим закуску с начисом. Закуска у нас будет из авокадо, и мы будем макать туда начис. В общем, мне кажется, это будет очень вкусно. Для этого нам понадобится наша любимая маска Анонимуса. Может быть, у вас любая другая. У меня нашлась только эта. Кстати, если вы заметили, ее Миля уже разрисовала. Но я ее хорошенечко помыла. Сегодня мы с вами совместим полезные и вредные. А еще сегодня мы приготовим с вами печеньки в виде летучих мышей и глаза из вкусных ягод. В общем, не буду вам слишком спойлерить. Погнали! Для первого блюда нам понадобится начисы. У меня вот такие вот какие-то сырные и классические. Авокадо. У меня их пять штук. Вот, кстати, скажу, вот эту вот шкурку, когда мы будем чистить, не выкидывайте. Я вам потом скажу, что мы с ней сделаем. Вот. Ну и, соответственно, наша любимая маска. У меня Анонимуса. Первое, что мы делаем. Берем вот так вот благополучно авокадо. И я попробую его как-то, что-то с ним сделать вот так. В общем, нам главное не повредить вот эту шкурку, чтобы потом сделать из нее волосы, рот и глаза. Поэтому нужно вычистить авокадо вот в эту вот миску, вот, чтобы получилась каша. Ну, в общем, следите за процессом. Вот так вот. Оно так быстро отходит. Во, прикол. Так, вот это отрезаем, потому что нам вот это вот не надо. Я сказала, главное не повредить шкурку. Вот. Берите перезрелое авокадо, чтобы из него получалась каша, чтобы оно было такое мягкое-мягкое. Тогда получится каша, и это прям то, что нам нужно. Ребята, подожди, подожди. Ты выкинула шкурку? Я выкинула шкурку. Ой, можно я лучше промолчу? Так вот разрезаем авокадо. И вот так чик. Я вообще уже специалист по чистке авокадо, или как это назвать. Ребята, нам с Милей почти не разрешают чипсы. Вот. И мама, я думаю, не в восторге, то, что я купила начисы. Но когда она узнает, что я делаю закуску из авокадо, она, мне кажется, обрадуется. Потому что она не может прожить ни дня без этого авокадо. Я вычитала все авокадо. Вот столько шкурок у меня получилось. Сейчас вот эту вот смесь из авокадо нам нужно вот так вот раздолбить и перемешать в одну массу. У меня получилась такая вот нежная масса. Мне кажется, если ее намазать на хлеб, то будет очень вкусно. Но мы с вами делаем другое. А еще в эту смесь вы можете добавить сок лимона, может быть, репчатый лук. В общем, добавьте что-нибудь вкусненькое. Мне кажется, будет классно. А я решила добавить вот такую вот заправку для салатов. Пряный базилик и пармезан. Там есть сразу и сок лимона, и травы. В общем, класс. Добавляем. Мне кажется, надо чуть-чуть. Вот столько. Хотя, может быть, я переборщила. В общем, ребятки, я тут подумала и передумала вылепливать это все на этой маске, потому что у меня Миля просто грохнет. Поэтому я решила выложить это все на тарелки. В общем, так сказать, слепить Франкенштейна. Давайте пробовать. Ну что, вот такая голова Франкенштейна у меня получилась. Мне кажется, неплохо. Теперь мы достаем нашу кожуру. Вот эту вот, которую мы оставляли. И делаем из этого ему волосы, вот сюда шрам и глаза. Погнали! Можете посмотреть на мои прекрасные вырезки из кожуры авокадо. Теперь главное это все аккуратно и красиво выложить. Первое, это у нас вот такая челочка. Ее мы делаем вот так вот по бокам. То есть вот так чик. И еще у Франкенштейна вообще как бы есть вот такой вот шрам. Он мне вообще очень нравится. Поэтому я не могла его не делать. Наш Франкенштейн почти готов. Смотрите, какая у меня есть классная ложка. Очень подходит под наше блюдо. И теперь нам нужно сделать нос. Мы вот так вот накладываем вот так немного в серединку. Вот сюда вот так чик. И пытаемся как-то слепить нос. Я вообще никогда не лепила ни Франкенштейна, ни носы, ни людей. Я вообще это делаю первый раз. Кстати, у меня появился свой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Туда я выкладываю все самые смешные моменты, которые я не выкладываю в соцсети. Поэтому заходите в телеграм. Ссылка в описании. Теперь берем наши начисы. Так, перед тем, как их сюда насыпать, надо их продегустировать. Идеальные. Кстати, ребята, вы можете взять абсолютно любые чипсы, крекеры, начисы. И будет тоже очень вкусно. Ну что, вот так у меня получилось. Мне кажется, очень страшно, по-хэллоуински классно и безумно вкусно. Кстати, в конце видео я приглашу свою маму, чтобы она продегустировала все мои блюда. А сейчас мы будем готовить второе блюдо. Это безумно обожаемые, безумно вкусные печеньки Орео. Но мы сделаем из них летучих мышей. Я просто вандал. Ну что мы делаем? Мы берем одну печеньку Орео. Надо их вот так вот... И теперь вот так вот приклеиваем их. Понимаете, как я это делаю? Вот так. Чик! И наша летучая мышь почти готова. Но это еще не все. Мы берем любые конфетки. Если у вас есть глаза съедобные, то это будет вообще бомба. Вот такая печенька у нас получилась. Мы знаем, что она очень вкусная, потому что Орео мы, я думаю, все обожают. Вот. И сейчас нам надо сделать так много печенек. Смотрите, какая у меня получилась красота. Конечно же, мы знаем, что это очень вкусно. А мы переходим к третьему блюду. Ну что, наше третье блюдо будут глаза. Мне кажется, это будет очень вкусно, потому что нам понадобятся личи. Это такие ягоды, по-моему. Точно не могу сказать. Голубика. Шпажки. Варенье. Любое. Главное, чтобы оно было такого ярко-красного цвета. Но на тарелку, чтобы было максимально страшно, я потом положу вот этих вот паучков. Мы берем... Блин, как они открываются? Шпажку. Берем вот так вот ягодку. Внутрь нашей ягодки личи наливаем вот такой... Ой. Вот так вот джем. Я думала, он будет красный, он казался не очень, но эффект все равно будет крутой. Вот такие глазки у нас должны получиться. И мы аккуратно надеваем их на шпажку. Чтобы у нас был такой шашлычок из глаз. Вот так вот у нас получается. Сейчас нужно сделать таких несколько. Это выглядит максимально противно, максимально страхово и по-хэллоуински. Ребята, сейчас придет мама дегустировать, а я решила ее пранкануть. Сейчас мы положим под начисы вот таких вот игрушечных паучков. Еще я хочу украсить глаза тоже вот этими паучками. Мне кажется, они очень реалистичные. Мам, можешь идти пробовать? Так, где здесь вечеринка Хэллоуин? Вау, как прикольно. Скажи, очень классно выглядит. Это кто, Франкенштейн? Да. Сколько же моего авокадо любимого ты сюда перевела? Зато это очень вкусно и полезно. Да, да, особенно с начос. Что будешь пробовать первым? Ну, давай начнем логично. Сначала я хочу какую-нибудь вот такую солененькую штучку. Потом я хочу фруктика и сладенькая. Ну, давай. Давай. Так, ладно. Что это? Видели ее реакцию? Я сама испугалась. Соня, ты что? Это не настоящий паук. Можно я с носу начну? Да, вот так чик. Чик. Ммм, это реально вкусно. Так, теперь я попробую. И полезно. Я тоже попробую. Смотри, только челку не съешь у Франки. Прикольно. Вот так начать можно, только редко. И желательно без пауков. Неприятно, неприятненько так. Это очень вкусно и просто. То есть вы просто смешали авокадо, добавили что-нибудь солененькое туда и макнули начис туда. Очень вкусно и просто. А если вы не хотите заморачиваться с Франкенштейном, я знаю еще классный идею и рецепт. Хочешь скажу? Давай. Можно просто поставить тыкву на тарелку. Вот эту кашу выложить полоской и в тыкву вырезать рот. И как будто эта каша вот так вот выливается из Франка. Типа она рыгнула? Она. Это он вообще-то, Франкенштейн. Типа тыква рыгнула? А, да. Типа тыква, да. Это она. Типа она рыгнула? Это же Хэллоуин. Тут вообще всем должно быть плоховастенько. Ну ладно, давай, ставь оценку. Пять из пяти. Да, мне нравится. А по-другому не могло бы и быть. Страшную киношку я с этим готова смотреть. Я тоже. Давай дальше, мне интересно. Как будто ты меня не напугаешь своими пауками. Спряталась же, главное. Если просто разложила, я бы даже не испугалась. Что это за белая такая история? Я думала, это какое-то яйцо, но это походу не яйцо, да? Мне что-то страшно. Вот это вот. Голубику я вижу. Или что это? Черника, голубика? Что это? Голубика, да? Ну, пробуй уже. Я сейчас нарезну, можно? Сладко. Я поняла, что это личи. И если вы еще не ели личи, как наш оператор, то попробуйте прямо сейчас. Это кайф. Так, вот эти глаза я оцениваю на 6 из 5. Так, ну вот с такими же какашными. Какаши сноу-свит. Упс. Фейл. Так у вас говорят? Да. Ну, нормально, крылья отдельно, тула еще отдельно. Глаза потом с пола съем. Пол чистый, нормально. Вы ни за что не догадаетесь, какого они вкуса. Реально, вообще. Они такого невероятно выраженного, яркого вкуса печенья Орео. Ну, это же вкусно. Да, это вкусно, это прикольно. Я бы это попила с кофеечком. Или с чем? Какой напиток у Хэллоуина? Какие-нибудь, наверное... Я думаю, какой-нибудь Глинтвейн с тыквой. Да, или какие-нибудь Сидеры, или Пунши, да? Пунши, мне кажется. Так, теперь я пробую. Она так это в рот положила, как будто Орео никогда не ела. Это что-то божественное. Это просто Орео какашечного цвета. Ну, на самом деле, я не очень люблю Орео, поэтому можно поставить 4 из 5? Ну, это прикольно, но я тут не люблю. Как ты... Э, ты что за хрень несешь? Давай 5 ставь. Не, ну можно 4? Ладно, 4 с плюсом. Зато вот тут же было 6. А вот тут полноценная пятерка. Все, мне вкусно? Да. Панька облизывать нельзя, но я обжу. Получается, что я получила максимальную оценку, потому что эти блюда очень вкусные, очень просто готовятся и очень страшно выглядят. А вы снимайте в сториз, как вы готовите эти блюда. Отмечайте меня. Я буду выкладывать вас к себе в сториз. А после просмотра этого видео заходите ко мне на канал Крэйзи Мам и увидите кое-что посерьезней, что можно приготовить на Хэллоуин. Да, пока-пока. Пока-пока. Я не дотянулась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok